Иеремия, глава 19. Так сказал Господь, пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собой старейшин из народа и старейшин священнических, и выйди в долину сыновей иномовых, которую ворот харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе. И скажи, слушайте слово Господня, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Савовов, Бог Израилев. Вот, я наведу бедствие на место сие, о котором, кто услышит, у того зазвенит в ушах. За то, что они оставили меня и чужим, сделали место сие, и кодят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место сие кровью невинных, и устроили высоты в Аалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во все сожжение в Аалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходила мне. А зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называть Сатафетом или долиной сыновей иномовых, но долиною убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте сие, и сражу их мечом пред лицом врагов их и рукой ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным. И сделаю город сей ужасом и посмеянием, каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их, и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги и ищущие души их. И разбей кувшин перед глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им, так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тафете по недостатку места для погребения. Так поступлю с местом сим, говорит Господь, и с жителями его, и город сей сделаю подобным Тафету. И домы Иерусалима, и домы царей иудейских будут, как место Тафет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кодят всему воинству небесному и совершают возлияние богам чужим. И пришел Иеремия Стафета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе Дома Господня и сказал всему народу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыны и не слушают слов моих. Иеремия, глава 20. Когда Пасхор, сын Емеров, священник, он же и надзиратель в Доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхора Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при Доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремия из колоды, и Иеремия сказала ему, не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Могор Миссавив. Ибо так говорит Господь, вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это. И всего Иуду придам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом. И придам все богатство этого города, и все стяжание его, и все драгоценности его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки врагов их. И разграбят их, и возьмут, и отправят их в Вавилон. И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем, пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь, и там будешь похоронен, ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг, заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я. Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Но со мной и Господь как сильный ротоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное. Никогда не забудется. Господи сил. Ты испытываешь праведного и видишь внутренности сердца. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе вверил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Проклят день, в который я родился. День, в который родила меня мать моя. Да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть моему отцу и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдания. За то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я у зутробы? Чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии. Иеремия, глава 21. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Молхина, и Сафонию, сына Моосея, священника, сказать ему. «Попроси о нас, Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса его, чтобы тот отступил от нас?» И сказал им Иеремия, «Так скажите, Сидекия, так говорит Господь Бог Израилев, вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающим вас вне станом, и соберу он ее посреди города сего. «И сам буду воевать против вас рукою простертою и мышцею крепкою, во гневе и в ярости, и великом негодовании, и поражу живущих всем в городе, и людей и скот, от великой язвы умрут они». «После сего, говорит Господь, Сидекию, царя Иудейского, слуг его и народ, и оставшийся в городе всем отмаровой язвы, меча и голода, предам в руки новоходоносора царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует. «И народу сему скажи так, говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы, а кто выйдет и предаст сахалдеям осаждающих вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. «Ибо я обратил лицо мое против города сего, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем. «И дому царя Иудейского скажи, слушайте слово Господне, дом Давидов, так говорит Господь, с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла как огонь и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит. «Вот я против тебя, жительница долины, скала равнины, говорит Господь, против вас, которые говорите, кто выступит против нас и кто войдет в жилище наше. «Но я посещу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него». Иеремия, глава 22. «Так сказал Господь, сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово сие, и скажи, выслушай слово Господне царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои, и народ твой, входящий с семи воротами». «Так говорит Господь, производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителю, не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте семь. «Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. А если не послушайте слов сих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым. Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского, «Галаат ты у меня вершина Ливана, но я сделаю тебя пустынею и города необитаемыми, и приготовлю против тебя истребителей каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь, и многие народу будут проходить через город сей и говорить друг другу, за что Господь так поступил с этим великим городом, и скажут в ответ, за то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им. Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Солуме, сыне Иосии, царе Иудейском, который царствовал после отца своего Иосии, и который вышел из сего места, он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли сей. Горе тому, кто строит дом свой неправдаю, и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит, построя себе дом обширный, и горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красной украской. «Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему было хорошо. Не это ли значит знать меня, говорит Господь? «Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие». Посему так говорит Господь о Яакиме, сыне Иосии, царе Иудейском. «Не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра, не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие, а с линным погребением будет он погребен, вытащит его и бросит далеко за ворота Иерусалима. Взойди на Ливан и кричи, и на вассане возвысь голос твой, и кричи саварима, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал, не послушаю. Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал глаза моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен. И тогда ты будешь постыжен и пострамлен за все злодеяния твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. «Живу я», — сказал Господь, — «если бы Ихония, сын Яакима, царь Иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя, и отдам тебя в руки ищущих души твоей, и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора царя Вабилонского, в руки халдеев. И выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся». Неужели этот человек и Ихония есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены? Он и племя его и брошены в страну, которой не знали. О, земля, земля, земля! Слушай слово Господне! Так, говорит Господь, запишите человека с его лишенным детей, с человеком злополучным в одни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Иеремия, глава 23. «Горе пастырем, которые губят и разгоняют овец пасты моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь Бог Израилев к пастырем, посущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего и всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастыри, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. «Вот наступают дни, говорит Господь, и воставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше. «Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израиля из земли северной, и всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». «О пророках». «Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов его, потому что земля наполнена прелюбодеяниями, потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбище пустыни, и стремление их – зло, и сила их – неправда. Ибо и пророк, и священник – лицемеры. «Даже в доме моем я нашел нечестье их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие, год посещения, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали имени Вала и вели в заблуждение народ мой Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гаморра. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. «Вот я накормлю их полынью и напою их водой с желчью». Ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф. «Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст господних». Они постоянно говорят, пренебрегающие меня, «Господь сказал, мир будет у вас». И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, «Не придет на вас беда». Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слова его, кто внимал слово его и услышал? «Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерение сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. «Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу мою слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, «Мне снилось, мне снилось». Долго ли это будет в сердце пророков пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? «Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из завала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Мекины с чистым зерном, говорит Господь? «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. «Вот я на пророков, говорит Господь, который действует своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Если спросят у тебя народ сей, или пророк, или священник, какое бремя от Господа, то скажи им, какое бремя? «Я покину вас, говорит Господь. Если пророк, или священник, или народ скажет, бремя от Господа, я накажу этого человека и дом его». Так говорите друг другу и брату, что ответил Господь, или что сказал Господь? А этого слова, бремя от Господа, впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа, Савово, Бога нашего. Так говори пророку, что ответил тебе Господь, или что сказал Господь? «А если вы еще будете говорить бремя от Господа, то так говорит Господь. За то, что вы говорите слово сие бремя от Господа, тогда как я послал сказать вам, не говорите бремя от Господа, зато вот, я забуду вас вовсе, я оставлю вас, и город сей, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего, и положу на вас поношение вечное, и бесславие вечное, которое не забудется». Иеремия, глава 24. «Господь показал мне его две корзины со смоквами, поставленные перед храмом Господнем, после того, как на уходоносор царь Вавилонский вывел из Иерусалима пленными Ихонию, сына Иакимова, царя Иудейского и князей Иудейских, с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, как и выбывает смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по неугодности их нельзя есть. «И сказал мне Господь, что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, смоквы, смоквы хорошие, весьма хорошие, а худые весьма худые, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши. И было ко мне слово Господне, «Так говорит Господь Бог Израилев, подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из всего места в землю халдейскую, и обращу на них отчима и во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. А о худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь, «Таким я сделаю седекию царя иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сей, и живущих в земле египетской. Я отдам их на ознобление и на злострадание во всех царствах земных и поругание, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их, и пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их с земли, которую я дал им и отцам их». Иеремия, глава 25. Слово, которое было к Иеремии, о всем народе иудейском, четвертый год Иоакима, сына Иосия, царя иудейского. Это был первый год на выхода Носора, царя Вавилонского, и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима, и сказал, «От 13-го года Иосии, сына Амонова, царя иудейского, до сего дня, вот уже 23 года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали. Господь посылал к вам всех рабов, своих пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали, и не преклонили ухо своего, чтобы слушать. Вам говорили, «Обратитесь каждый от злого пути своего, и от злых дел ваших, и живите на земле, которую Господь дал вам, отцам вашим, из века в век, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и поклоняться им, и не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих, на зло себе. Посему так, говорит Господь Саваоф, за то, что вы не слушали слов моих. Вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вилонскому, рабу моего, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением, и прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника, и вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вилонскому семьдесят лет, и будет, когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечной пустынею, и совершу на той землею все слова мои, которые произнес на нее, все написанное всей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы, ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие, и я воздам им по их поступкам и по делам рук их, ибо так сказал мне Господь Бог Израилев, возьми из руки мои чашу сию с вином ярости, и напои из нее все народы, к которым я посылаю тебя, и они выпьют и будут шататься, и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них, и взял я чашу из руки Господней, и напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь, и Иерусалим, и города иудейские, и царей его, и князей его, чтобы опустошить их, и сделать ужасом, по смеяниям и проклятиям, как и видно ныне, фараона царя египетского, и слуг его, и князей его, и весь народ его, и весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Икрон, и остатки Азота, и Едома, и Моава, и сыновей Аммоновых, и всех царей Тиры, и всех царей Сидона, и царей островов, которые за морем, Дедана, и Фему, и Буза, и всех стригущих волосы на висках, и всех царей Аравии, и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне, всех царей Зимри, и всех царей Елама, и всех царей Мидии, и всех царей Севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, а царь Сесаха выпьет после них. И скажи им, так говорит Господь, Сававов Бог Израилев, пейте, и опьянете, и изрыгните, и падите, и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Если же будут они отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы выпить, то скажи им, так говорит Господь Сававов, вы непременно будете пить, ибо вот на город сей, на котором наречено имя Мое, я начинаю наводить бедствие, и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Сававов. Посему прореки на них все слова сии, и скажи им, Господь возгремит с высоты, и из жилища святыни своей подаст глаз свой. Страшно возгремит население свое, как топчущие вточили, воскликнет на всех живущих на земле, шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народом, он будет судиться со всякой плотью, не счастливых он предаст мечу, говорит Господь. Так говорит Господь Сававов, вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли, и будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы, и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли. Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом вождей стада, ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд, и не будет убежище пастырем, и спасение вождям стада. Слышен вопль пастыри и рыдания вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их. Истребляются мирные селения от ярости гнева Господня. Он оставил жилище свое, как лев, и земля их сделалась пустынею от ярости опустошителя и от пламенного гнева его. Иеремия, глава 26. В начале царствования Якима, сына Иосифа, царя иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь, стань на дворе дома Господней и скажи ко всем городам иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся к каждому злому пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с селомом. И город сей придам на проклятие всем народам земли. Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил все слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали, ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, дом сей будет как селом, и город сей опустеет, останется без жителей. И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу. Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами. И сказал Иеремия всем князьям и всему народу, Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши и послушайте сгласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, я в ваших руках. Делайте со мной, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его. Ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова, как в уши ваши. Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам, этот человек не подлежит смертному приговору. Потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего. И старейшин с земли встали некоторые и сказали ко всему народному собранию. Михей, мароспетянин, пророчествовал в одни языки царя иудейского. И сказал всему народу иудейскому, так говорит Господь Саваоф, сион будет спахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего лесистым холмом. Умертвили ли его за это языки, царь иудейский весь Иуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них. А мы хотим сделать большое зло душам нашим? Иерусалим пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шимаи из Кориаф и Арима. И пророчествовал против города сего и против земли сей точно такими же словами, как и Иеремия. Когда услышал слова его царя и Аким, и все вельможи его, и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся и убежал, и удалился в Египет. Но царь Акима в Египет послал людей, Елнафана, сына Ахборова и других с ним. И вывели Иурию из Египта и привели его к царю Акиму. И он умертвил его мечом и бросил труп его, где были простонародные гробницы. Но рука Ахимаха, сына Сафанова, была за Иеремию, чтобы не отдавать ее в руки народа на убиение. Иеремия, глава 27. В начале царствования Иоакима, сына Иосифа, царя Иудейского, было слово сия к Еремии от Господа. Так сказал мне Господь, сделай себе узы и ермо, и возложи их себе на выю. И пошли такие же к царю Иудейскому, и к царю Моавицкому, и к царю сыновей Амоновых, и к царю Тира, и к царю Сидона, через послов пришедших в Иерусалим, к Сидеке, царю Иудейскому. И накажи им сказать государям их. Так говорит Господь Саваов, Бог Израилев. Так скажите государям вашим. Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертую мышцу и моею, и отдал ее, кому мне благоугодно было. И ныне я отдаю все земли сии в руки Новоходоносора, царя Вавилонского, раба моего. И даже из зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время, и его земле, и ему самому. И будут служить ему народы многие, и цари великие. И если какой народ и царство не захочет служить ему, Новоходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит выезд своей подъермо царя Вавилонского, «Этот народ я накажу мечом, голодом и моровой язвой», говорит Господь, «доколе не истреблю их рукой его. И вы не слушайте своих пророков, своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли. Народ же, который подклонит выезд свою подъермо царя Вавилонского, и станет служить ему, я оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделывать ее и жить на ней». И Сидекий, царю иудейскому, я говорил всеми семи словами и сказал, «Подклоните выезд свою подъермо царя Вавилонского, и служите ему, и народу его, и будете живы». «Зачем умирать тебе и народу твоему от меча голода и моровой язвы, как изрек Господь о том народе, который не будет служить царю Вавилонскому? И не слушайте слов пророков, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь. «Я не посылал их», говорит Господь, «и они ложно пророчествуют именем Моим, чтобы я изгнал вас, и чтобы вы погибли. Вы, пророки ваши, пророчествующие вам, и священникам, и всему народу, всему я говорил». «Так, говорит Господь, не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам и говорят. Вот, скоро возвращены, будто завевело на сосуды дома Господня, ибо они пророчествуют вам ложь. Не слушайте их, служите царю Вавилонскому и живите. Зачем доводить город сей до опустошения? А если они пророки, и если у них есть слово Господне, то пусть ходатайствуют пред Господом Саваофом, чтобы сосуды, остающиеся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и Верусалиме, не перешли в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф о столбах и о медном море, о подножиях и о прочих вещах, оставшихся в этом городе, которых на выхода Носар царь Вавилонский не взял, когда Ихонию, сына Иоакима, царя Иудейского и всех знатных иудеев, иерусалимлян, вывел из Иерусалима в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваофа Бога Израилев о сосудах, оставшихся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме. А они будут отнесены в Вавилон и там останутся до того дня, когда я посещу их, говорит Господь, и выведу их и возвращу их на место сие. Иеремия, глава 28. В тот же год в начале царствования Сидеки, царя Иудейского, в четвертый год, в пятый месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем перед глазами священников и всего народа и сказал, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу Ермо царя Вавилонского. Через два года я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон. И Ихонию, сына Иакима, царя Иудейского, всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь, и восокрушу Ермо царя Вавилонского. И сказал Иеремия пророк пророку Анани перед глазами священников и перед глазами всего народа, стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия пророк, да будет так, да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова Твои, какие Ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие. Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух Тебе и вслух всего народа. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде Тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствия и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Тогда пророк Анания взял Ермон свы и Иеремии пророка и сокрушил его. И сказал Анания перед глазами всего народа сие слова, так говорит Господь, так сокрушу Ермона выходоносор от царя Вавилонского, через два года, сняв его свы и всех народов, и пошел Иеремия своей дорогой. И было слово Господня к Иеремии, после того, как пророк Анания сокрушил Ермо свы и пророка Иеремии. Иди, скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил Ермо деревянное и сделаешь вместо него Ермо железное. Ибо так говорит Господь Савову Бога Израилев, железное Ермо возложу на вы и всех этих народов, чтобы они работали на выходоносору царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдал ему. И сказал пророк Иеремии, пророк Анания, послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Посему так говорит Господь, вот я сброшу тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу. И умер пророк Анания в том же году, в седьмом месяце.